Дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу станет проще. С 1 марта вступают в силу новые правила. Теперь диспетчер должен ответить на телефонный звонок в течение пяти минут. Если не успел, то обязан сам перезвонить в ближайшие 10 минут или оставить голосовое сообщение. Изменения коснулись и сроков реагирования на жалобы. Теперь все аварийные повреждения внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены не позднее, чем через трое суток. На ликвидацию засора внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момента регистрации заявки, как и на устранение засора мусоропровода. С 1 марта дачники плотнее будут сотрудничать с местной администрацией. Теперь при начале строительства дома и окончании работ нужно направлять властям уведомления. Подача такого документа позволит спокойно внести сведения о доме в Единый государственный реестр недвижимости, присвоить ему адрес и оформить прописку. С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок. Без документа смогут ездить только автобусы, которые занимаются перевозками для госструктур или не выезжают на дороги общего пользования. В остальных случаях, если лицензия не будет оформлена, перевозчика ждут штрафы. Физические лица заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – 100 тысяч, а юридические лица – 400 тысяч рублей. В случае повторного нарушения последует уже конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на три месяца. 2 марта вступает в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Он будет применяться к новым или вновь учтенным объектам, а также тем, у которых изменились количественные и качественные характеристики. Прежде всего, это земельные участки, незавершенное строительство, отдельные помещения в зданиях и машиноместа. Также с марта вводится обязательная маркировка табачных изделий. Это поможет отслеживать оборот табака от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность его происхождения. Продолжение следует...